здравствуйте дорогие мои друзья сегодняшнем своем видео я расскажу вам все о том как прорастить клубни бегоний после зимы как прорастить клубни бегоний которые зимовали у вас я расскажу все как делаю я и это видео любительское это не обучающее видео я просто делюсь своим опытом и рассказываю то что делаю я потому что многие поступают по другому а я расскажу свой способ я выращиваю бегонии и знакома с ними более 20 лет испробовала этот способ мне он нравится и поэтому я искренне делюсь им с вами итак друзья перед вами бегонии которые цвели у меня прошлым летом эти клубни бегоний зимовали вот с комом земли в этих горшках видите вот большие клубни они не посажены и это все правда они зашли вот в этих вот горшках в которых и зимовали как же поступать я буду очень краткой и так в марте пора проращивать бегонии если вы хранили свои бегонии так как советовала вам я вы достаете свои бегонии с погреба вы достаете все горшки в которых они и хранились потому что я рекомендовала хранить в своих видео гонии в горшках которых они и росли в погребе вот вы достаете свои горшки в погребе температура была до 10 градусов 5 8 градусов тепла у вас целую зиму марте необходимо достать эти горшки из погреба и поставить на веранду на окно субстрат будет сухой вот как в этом вот горшке и в первый момент поливать не надо необходимо просто оставить свои горшки с бегониями ящики на подоконнике и некоторое время примерно несколько дней вообще не поливать их пусть клубни и грунт станут такой температуры которые у вас в комнате на веранде если польете сразу клубни могут загнить даже не политые клубни могут начать через некоторое время сходить находясь вот в этом вот субстрате в котором они росли у вас на огне но вы сами начинайте понемножечку поливать то есть первый момент после того как вы достали клубни поливаете их несколько дней через несколько дней начинаете понемножечку поливать ваши клубни но не заливать их всего лишь чуть-чуть по краю горшка субстрат будет немножко влажным температура проращивания клубней должна быть 15-18 градусов то есть на веранде вас должно быть 15-18 градусов начинаете понемножечку поливать этот субстрат горшка видите многие говорят что вынул из погреба необходимо вот потрошить это все вытягивать из горшков и сажать в новый субстрат я так не делаю я проращиваю свои клубни в тех горшках и в том субстрате в котором они и зимовали друзья первые годы я тоже читала что надо вытянуть из подвала надо все вот это вытягивать потрошить корни обрывать корни на ново сажать клубни так проращивать я так делала но потом я спрактиковала что намного проще клубни пробуждается вот таким вот способом в старом субстрате осенним в котором они росли то есть вытягивайте горшки никаких заморочек все легко и просто ставите на окно на веранде начинаете понемногу поливать ничего не пересаживая и у вас вот видите как сходят бегонии они сходят потом дальше следующий шаг здесь вот тоже видите это они у меня целью прошлом году дальше очень важный момент вот эти вот горшки небольшие здесь полтора литра и эти клубни необходимо в дальнейшем пересадить объем на одно растение клубневой бегонии должен быть приблизительно 4 литра здесь малый объем поэтому я буду пересаживать и здесь тоже то есть сажать клубни эти клубни вот в такие вот горшки здесь наверное 5 литров то есть один клубень пойдет в такой вот горшок должны быть обязательно дренажные отверстия здесь я их и проделаю каждый год в своей практике я пересаживаю только небольшие клубеньки которые росли в небольших горшках а если клубни у меня уже не первый год и если приблизительно на один клубень у меня 45 литров земли грунта в горшке я уже спрактиковала что такие клубни я могу не пересаживать раньше я так не делала раньше я пересаживала из года в год постоянно покупала новый грунт постоянно это все пересаживала конечно так лучше лучше пересаживать но это очень занимает много времени и средств я попробовала однажды не пересадить бегонии на мое удивление все так же красиво цели что я делаю если горшок достаточно просторный один клубень имеет запас 4-5 литров грунта он может расти уже в этом горшке длительное время без пересадки просто весной надо внести хорошую дозу удобрений хорошо удобрить можно поменять верхний слой грунта вот и все возможно кто-то посчитает это неправильным но это моя практика я не учу никого так делаю я если вы попробуете вы тоже поймете что так тоже можно делать то есть если клубень бегоне уже приличных размеров и приличный объем грунта для него есть хотя бы 5 литров 45 литров уже можно каждый год его не тревожить это уже все это уже для него как бы постоянное место жительства на несколько лет хватает просто удобрить и все вот этот большой такой горшок здесь он наверное на 10 литров тут растет три вот таких клубня видите прошлом году они у меня здесь росли я в этом году этот это кашпо я не буду этот горшок я не буду тревожить я вот они уже сами зашли я здесь немного поменяю верхний слой грунта добавлю удобрения и оставлю эти клубни так как они здесь и есть эти большие которые я вижу что они сильно увеличились размерах и этот объем слишком малый я пересажу обязательно в объем побольше добавлю свежий грунт и дам им шанс хорошо развиваться как я буду пересаживать вот они уже мне взошли в старом субстрате в котором росли я об этом вам уже рассказывал но просто повторю они у меня вот в такой вот стадии взошли и сегодня я их отсюда возьму и пересажу в горшки побольше хотя бы 5 литров но я тоже не осторожно их вы ему отсюда с комом земли и этот способ друзья поверьте очень хороший очень хороший этот способ проращивания клубней после зимовки хорошо вот проращивать так тех горшках в которых они и зимовали в том субстрате в котором и зимовали бегонии не надо на стадии проращивания менять грунт надо просто вынуть ваши горшки из погреба поставить их на окно веранды и начать понемножку поливать и ваши бегонии прекрасно прекрасно проснуться прекрасно прорастятся будет множество почек они благодарные растения порадуют вас вы можете пересаживать их каждый год можете попробовать делать так как я уже не пересаживать взрослые экземпляры у меня к примеру в англии бегонии зимуют в открытом грунте у меня есть большая клумба где бегонии уже много лет растут я их не пересаживаю каждый год вот так растет и растет себе и хорошо цветут они я считаю что если уже большой запас почвы для каждого клубня если клубень уже окрепший совсем не обязательно его из года в год тревожить можно оставить его так как есть просто добавить удобрение поменять немножечко верхний слой почвы попробуйте так как я если вам это интересно я не призываю вас делать так как я просто рассказываю о своем опыте дорогие мои друзья спасибо вам огромное спасибо вам за всю вашу поддержку я желаю вам прекрасного цветения ваших цветов пусть ваши бегонии и другие ваши цветы радует вас огромное спасибо вам пока пока пока